Доброго времени суток! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим направление Торецка Донецкой области. Наши ребята начали туда движение. Мы сейчас с вами посмотрим, как там будут развиваться события. Для того, чтобы вам не слишком много не делать раскладов, вы, пожалуйста, кто смотрит, и рядом находятся населенные пункты, приблизительно у вас будет то же самое. Потому что очень много мелких городов, и я просто все не успеваю. Но ситуация будет такая, 50 на 50. Самое страшное, если это город будет то туда, то сюда переходить. А так, возможные обстрелы, все и затишье. Итак, как в ближайшее время, когда наши ребята ближе подойдут к Торецку, будут развиваться события в самом городе? Чего ожидать? Россия будет, конечно, стараться оберегать, но прилетов будет очень много. Не знаю, там есть река с вами рядом или нет, но, может быть, там опасность какая-то. Но при этом еще и будут попытки договариваться. Ну и город ждет новый путь. То есть в ближайшее время, как наши ближе подойдут, ребята, то, повторюсь, много очень прилетов, но при этом и будут попытки договориться, и город в результате все равно уйдет под контроль России. Давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСУ. Кто из городков, вот на территории, которые сейчас под окраиной находятся, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонской области, в Телеграм мне пишите, что у вас там происходит. Потому что одно дело интернет, а другое дело из реальных, как говорится, из первых рук информация. Хорошо? Итак, как будут складываться дела для ВСУ в районе Торецка? Туда будут какие-то передкинуты дополнительные ресурсы для того, чтобы, ну, противостоять. Помощь будет и много довольно-таки ресурсов, и тяжелой техники. В ВСУ там будут обороняться очень серьезно. Сколько пентаклиевых карт. Поэтому ситуация там будет весьма непростая. А чем это все-таки закончится у ВСУ как результат? Ну, я бы сказала так, что для ВСУ это закончится не очень хорошо. Либо, ну, опять же, не могу озвучивать на Ютубе эти слова, но весьма... То есть, видите, да, как лежит дядечка. Вот. Либо это остановит все боевые действия за счет сдачи в плен и так далее. То есть будет очень серьезно для командования ВСУ стоять выбор, что же им предпринять. Сначала будет очень сильно обороняться, ресурсов будет очень много, но толку от этого не очень. Ну, а как для наших ребят будет складываться ситуация? Ну, ребята будут вынуждены выполнять приказ. Будет тяжело, придется регулярно менять, перестраивать планы. Может быть, даже какое-то подразделение может попасть в окружение, потому что, ну, так оно, в принципе, по раскладу и есть, что у ВСУ очень много будет всего. О чем же это жрится? И вынуждены даже будут отступать, ребята, для того, чтобы пополнить свои силы, ресурсы и определиться, что дальше, как дальше действовать. А потом... А потом тут вот у нас идут другие карты. Будет складываться более удачно. Ну, посмотрим, что дальше. А дальше нам еще одно будет наступление. И там ребята уже получат тот результат, которым мы идут. Но это будет не быстро. То есть торопиться здесь не смогут они. Но придется все время предпринимать для движения какое-то новое. Новое придумывать, новую, может быть, технику использовать, тактику новую использовать. То есть все время придется лавировать. Потому что там стянуто техники много. Вот. И регулярно будут наши туда отправлять группы ДРГ и, возможно, вылавливать эти группы со стороны ВСУ. В общем, обстановка там будет непростая. Чего стоит опасаться мирным жителям? Ну, опасаться как раз вот этой всей военной техники, всей этой мощи. И определяться, кто-то, может быть, уедет дальше вглубь Украины. Вот тут, что вам тут передает, пришла. Видите? Тень. А вот. Но ситуация будет тоже непростая, хотя не настолько катастрофичная. Но в любом случае нужно будет определяться. Либо остаетесь, либо уезжаете. С выездом тоже нужно быть аккуратными. Могут быть трудности. Самое главное, не витать в облаках. Четко понимать, что происходит, где вы можете защититься, где спрятаться продукты и так далее. Искать возможности для того, чтобы выжить. Ну, вот вам хвост, пожалуйста, Туча. Так, и город перейдет к России. Ну, путем боевых действий, серьезных ударов, в общем-то, да. Перейдет. Тяжело, сложно, но, конечно, перейдет. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Я не хотела никого пугать, но предупредить должна, чтобы вы максимально себя обезопасили. Желаю всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok